Я вас поздравляю с этой выставкой. Самое главное не останавливаться. И поскольку у нас вуз не просто художественный, а художественно-промышленный, мы обязаны подходить не просто как художника, а именно как художники-проектировщики. Сейчас это называется дизайнеры. Поэтому всегда думайте то, что вы саккумулировали внутри, и всегда нужно продумывать, пропускать через себя и уже выдавать на гора. И естественно не забывайте, что мы такие талантливые, хорошие, нужны только нашим родителям и нашей Родине. Поздравляю с открытой выставкой. Хочу поблагодарить всех, кто уделил сегодня внимание свое и поприсутствовать решил на сегодняшнем нашем мероприятии. К сожалению, куратора выставки сегодня нет. Она не смогла присутствовать, поэтому от ее имени пару слов скажу, наверное, я. Ну, к слову, как раз-таки к национальному достоянию. Почему? Что такое вообще национальное достояние? В чем оно заключается? Правильно. Это, наверное, образ Родины прежде всего. Это люди, это профессионалы, это наши герои, герои современные. Тема актуальная, как никогда, очень важная на сегодняшний день. Эти работы такие тоже у нас представлены. Здесь вообще собрано, здесь собрано вечно. Это прошлое, это настоящее, это наше будущее. И мы, наверное, надеемся в будущем увидеть еще больше прекрасных работ и, может быть, с каких-то даже других уголков страны, да. Если мы обратим внимание, у нас очень много православной темы. Но хочется, чтобы, наверное, тема религии у нас открылась еще более широко, потому что страна многонациональная, многонациональная, очень разнообразная, да, по своему этническому составу, по религиозному составу. Наверное, это будет любопытно, и я надеюсь, что в будущем мы сможем расширить свои рамки. Если вы обратите внимание, да, у нас так не весь зал занят и заканчивает этой графикой. Графикой, наверное, как многоточием, как было сказано в одном замечательном фильме, да, когда ставится, в каком случае ставится многоточие? В том случае, когда история не завершена и многое осталось впереди. И я надеюсь, это наша история, и мы будем дальше стремиться творить и работать вместе. Спасибо еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ Я учусь на художниках-патриониста в Штёвновском университете, вот, и в свободное время я делаю какие-то вещи для себя, какие-то мои творческие проекции, вот. Меня всегда интересовала тема русских сказок, и они с детства нравились. Вот, и мои работы, они как бы в такой стилистике, много более народной, вот. Вот, и это по сказке Ивана Царевича и Сереголка. Вот, такая же птица, как символ, такое детство. Так что вот так вот. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Эта работа называется «Деревенский вечер». Она написана на холсте маслом и покрыта акриловым фисташковым лаком. Эта работа уникальна тем, что она написана при единственном источнике освещения, то есть при горящей свече. То есть все освещение, которое есть на этой работе, это все только от этой маленькой свечи. И, соответственно, в мастерской горела только одна свеча. Мне хотелось сделать какой-то колорит, очень теплый, такой деревенский, домашний, чтобы он был такой уютный, теплый. У меня очень много работ в холодных тонах, и я решила сделать что-то такое интересное и другое. Поэтому я выбрала натюрморт с иконой. Это сухоцветы, керамика. И написано «Импастой», то есть сразу же свежий слой поверх имприматуры. То есть если подойти ближе к картине, то можно увидеть, что здесь густые слои краски. Это такие мазки, они высыхают, и накладываются в следующий разок, и за этим появляется архив. Я думаю, что я еще напишу серию с другими иконами, потому что у нас в мастерской много икон, много красивых наличников. Они все очень старые, 18-го века, 19-го века. Есть даже иконы, привезенные из монастырей. Поэтому можно поставить очень красивый мастер-морт, тоже может быть, со свечой или с несколькими свечами. Чтобы он подсвечился вот таким оранжевым и темным цветом. И когда горит одна свеча, свет везде на тюрьморте теплый, а сени всегда холодные. Меня зовут Максимкова Мария, и это моя работа «Импаста Лобенская пустая. Селигер». Я ее написала на озере Селигер, мы ездили туда с семьей, продолжая традицию семьи и предков на байдарках. То есть походы – это вообще часть нашей русской культуры. И там находилась прекрасная Мимпаста Лобенская пустая. Это такой монастырь на севере России. И там ощущается невероятная мощь природы, такой суровой русской природы. И при этом потрясающая архитектура, и они соединены воедино. И производят очень большое впечатление. Поэтому я решила запечатлеть. Здравствуйте, меня зовут Полина. Я участвую на втором курсе кафедры искусства и графики российского государства, потому что это нужно на университете имени Строглова. В этом году у нас появилась новая техника – Афорт. Это гравила на меди. Я решила сделать к этой выставке гравилу с профилем Пушкина. Я считаю его величайшим поэтом, величайшим человеком, поврежден на историю, на культуру нашей страны. И мне показалось, что она всегда очень хорошо пишется. Творческое патриотическое объединение «Жар птица» при поддержке выставочного отдела РКХБ в имени Строганова приглашает всех неравнодушных, всех авторов, которые сегодня не смогли бы присутствовать на выставке до 15 февраля посетить тоннель с выставкой «Национальное предстояние». Приглашаем на выставку! Все будут подходить. А где карамель? Денежки. Да, денежки. Да, денежки. Саша, ну что, пойдем? Темно. Спасибо, до свидания. До свидания. А это работа просто на картофель. Спасибо. 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 Спасибо.